все материалы, все пособия, видео, курсы образовательной платформы U-Ride на более чем три месяца. И наш дорогой руководитель придумывает, воплощает уникальные идеи, позволяющие нашей компании идти в ногу со временем, действовать в условии глобальной неопределенности и пандемии. И Надя создавала и продолжает создавать лучшую команду сотрудников, аккумулируя вокруг себя тех, кто готов идти вперед, менять нашу с вами образовательную реальность. Цель U-Ride – это помочь преподавателям, авторам, библиотекарям, научным сотрудникам работать и развиваться в условиях новых реалий. И сегодня вы тоже можете поздравить нашего генерального директора с днем рождения несколькими способами. Ну, первое – это можно пожертвовать деньги в УЗУ на книги или подписку. Второе – отправить про ректору или ректору письмо об акции «Учи, учись!» с просьбой подключить нашу платформу со скидкой 40%. Также можно оплатить удостоверение о повышении квалификации или записаться на курс U-Ride Академии. И вы также можете нажать на кнопку «Хочу» на главной странице образовательной платформы U-Ride. Подробности о том, как это сделать, мы добавим в чат. Спасибо, что вы с нами. Ну, а сейчас я возвращаюсь к нашему вебинару. Сегодня у нас в гостях Виктория Александровна Шитова, кандидат педагогических наук. Мы рассмотрим, как с помощью технологии, переплетенных заданий, построить практическую часть дистанционного курса, как проводить оценивание результатов. Коллеги, смело задавайте ваши вопросы в чат, делитесь своими впечатлениями. Собственно, для этого мы работаем и проводим для вас вебинары по обмену опытом. Виктория, передаю вам слово. Хорошего всем вебинара. В общем, хотелось бы сказать, что с U-Ride мы давно сотрудничаем. Еще в 2016 году вышел учебник, вот на слайде он перед вами. В 2019 он был переиздан. Сейчас он открыт в свободном доступе. Можно будет по ссылочке перейти и ознакомиться. Безусловно, информация уже отчасти устарела, поскольку время слишком быстро идет, у нас все меняется, информация постоянно пополняется, поэтому в планах учебник переиздать уже в обновленной версии, но пока еще это план. Я думаю, что сегодняшняя ситуация нам как раз поможет улучшить наши учебные материалы, и они пригодятся. Также есть учебник для вузов, а есть также учебник для СПО, тоже по методике дистанционного обучения. Но это вот что касается меня, как автора и преподавателя. Ну а теперь переходим к самой теме. Итак, переплетенное задание. Что это такое? Ну, это, наверное, не такая новая тема, вернее, не такая знакомая тема для всех. Не очень часто встречается именно эта технология, поэтому вот немножко вас с ней познакомлю, а потом покажу, как на примере данной технологии оценивать работу в дистанционном курсе. Переплетенное задание. Технология, в основе которой лежит обязательная часть учебного процесса со взаимосвязанными заданиями. То есть без выполнения предыдущего последующее качественно выполнить невозможно. Данная технология, авторство данной технологии принадлежит Марине Ефимовне Вальдорф-Сысоевой. Мы с ней достаточно давно сотрудничаем, ведем вместе курсы, и поэтому вот после того, как она разработала данную технологию, мы все начали ею пользоваться. Смысл прост, вы продумываете систему заданий, которые будут на вашем дистанционном курсе, и поскольку каждое задание основывается на предыдущем, то итоговое задание как раз-таки служит такой базой, общей для всех выполненных заданий. Цель использования данной технологии в том, чтобы, во-первых, поскольку я занимаюсь именно повышением квалификации и обучением педагогов, аспирантов, студентов и в системе повышения квалификации, учителей, преподавателей вузов и так далее. То есть в основном наш курс ориентирован, естественно, на подготовку педагога. И поэтому цель использования данной технологии переплетенных заданий именно в том, чтобы разработать кейс учебных материалов для дальнейшего использования на практике. Очень важно, когда учитель или будущий, или настоящий приходит на курс повышения квалификации, чтобы он начал разрабатывать практические задания для того, чтобы впоследствии их сразу применять на практике. Это самое основное. Очень часто приходят слушатели и говорят о том, что вот мы ходим на повышение квалификации, нам рассказывают теорию, а нам нужна именно практика. Вот мой курс рассчитан исключительно на то, чтобы пополнить этот практический запас кейсом учебных материалов. Во-вторых, за время обучения слушатель подготавливается и готовит к применению в своей практике новых инструментов и сервисов. Коллеги, задавайте, пожалуйста, вопросы. Лучше, если вы будете задавать вопросы во вкладочке «Вопросы», вверху у нас такая со знаком «Вопроса» вкладочка, иконочка. Так что, если будут вопросы, пожалуйста, задавайте там. Потом я в конце буду отвечать. Если какие-то комментарии пишите сейчас в чате, я периодически буду вам как-то отвечать, но не сразу, хорошо? Так вот, значит, получается, что мы готовим для будущей практики как раз-таки эту систему переплетенных заданий. Как она выглядит? Если мы посмотрим на задания на дистанционном курсе, я вначале покажу, как задания размещаются на курсе для аспирантов первого года обучения. Мы все знаем, что аспирантура теперь – это не просто написание диссертации, но и необходимо пройти обучение, помимо кандидатского минимума. И как раз-таки вот в обязательный блок, вариативный, но обязательный, для аспирантов нашего университета входит предмет, который называется «Цифровые инструменты преподавателя высшей школы». Раньше назывался «ИКТ в образовании». Этот курс я уже в течение пяти лет веду исключительно дистанционно, в онлайн-формате. Аспирантов достаточно много на курсе. В среднем где-то 150 человек обучается. Обучение у них проходит в первом семестре с октября по февраль. Ну, естественно, что до конца года потом доздают те, кто не сдал. Ну, это как у всех. Ну, а теперь к самим заданиям. Задания на курсе выстраиваются следующим образом. Вначале создается мультимедийная коллекция, то есть коллекция материалов разных – аудио, видео, картинок, схем, документов, текстов и так далее. То есть то, что нужно будет в дальнейшем для того, чтобы разработать эту систему практических заданий, которые потом аспирант будет использовать на своей практике. Вообще цель моего курса «Цифровые инструменты преподавателей высшей школы» в том, чтобы подготовить кейс материалов для практики аспирантов на следующий год. Второй год обучения. Они все проходят педагогическую практику со студентами. И как раз-таки на нашем курсе они готовятся к лекциям, к семинарским занятиям, контрольные мероприятия разные разрабатывают. Так вот, вначале готовится коллекция материалов. Мультимедийная коллекция – это название приема обучения из веб-технологий образовательных, то есть когда мы собираем папку с материалами. Дальше. На втором этапе второе задание связано с тем, чтобы аспирант разработал качественную, грамотную презентацию к лекции. Да, мы все знаем, у нас все используют презентации, кто-то до сих пор в PowerPoint, кто-то использует другие какие-то интернет-сервисы для того, чтобы создавать презентации. Но в большинстве, когда мы выходим в аудиторию, чаще всего мы используем PowerPoint для наглядного представления материала. И вот задача – разработать грамотную презентацию. Потому что все мы тоже знаем. Иногда мы приходим на выступление или слушаем каких-то докладчиков или преподавателей. И оказывается, что презентация, она не помогает нам наглядно представить материал и запомнить, а наоборот мешает, когда она создана неграмотно. Вот это второе задание. Третье задание связано с разработкой системы интерактивных упражнений, элементарных в PowerPoint и в Excel. Эти упражнения разрабатываются для семинарских практических занятий. То есть это разного рода тесты, кроссворды, какие-то классификации. То есть то, что поможет именно в интерактивном формате понять, насколько студент освоил материал лекции. Это третье задание. Четвертое задание связано с элементами электронного контента. То есть мы берем достаточно простые интернет-сервисы и цифровые инструменты, которые позволяют разработать где-то в игровом формате материалы, где-то материалы для контроля, в виде тестов и викторин. Какие-то используем программы для того, чтобы можно было организовать совместную работу. Это четвертое. И пятое, основное задание, которое, в общем-то, стоит во главе всех, это создание персонального сайта. Если мы говорим об аспирантах, то поскольку они не только в будущем будут преподавателями высшей школы, но они также являются учеными-исследователями, то, естественно, что задания также коррелируются с их научно-исследовательской деятельностью. И вот сайт как раз-таки они должны представить в виде странички их как педагогов, как преподавателей будущих. И еще одна сторона – это страница или несколько страниц, которые настоящие аспиранты, будущие преподаватели и исследователи как раз-таки делают по теме своего научного исследования. Что касается педагогической деятельности студентов, аспирантов, да, когда они переходят потом на практику к студентам, они изначально обговаривают тему со своим научным руководителем или с представителями кафедры, на которой они работают, прикреплены, я имею в виду, занимаются исследованием. То есть они изначально выбирают те темы, которые для них будут актуальны. И это тоже большой плюс. Ну, а теперь покажу, как выглядит задание. Коллеги, вначале немножко посмотрим именно на слайдах, а потом я перейду на демонстрацию рабочего стола и покажу непосредственно сам курс. Итак, мультимедийная коллекция. Первое задание. Мы вначале… Это первая страничка, главная страничка курса. МГОУ использует, как и многие другие университеты, систему дистанционного обучения Moodle. Я думаю, что всем она… Ну, большинство она знакома, и большинство в ней работает. Удобная система, простая в освоении достаточно. Но тут самое главное для преподавателя, который работает в системе Moodle или в любой другой системе дистанционного обучения, это личная мотивация. Вот если преподаватель хочет разработать и в дальнейшем облегчить тебе жизнь с помощью дистанционного курса, то он у него получается достаточно продуктивный и в дальнейшем эффективно помогает в освоении его обучающимся. Если с мотивацией не очень хорошо, то вы сами понимаете, что не всегда курсы бывают действительно реально онлайн-курсами. Это может быть просто набор кейсов или какая-то система тестирования и так далее. Так вот, это первая страничка нашего курса. Дальше покажу сейчас страничку задания. Первое задание как раз-таки, оно состоит из двух частей. Вот я пометила задание 1, кейс-задача, и задание 2, вторая часть, кейс-задача. Первая часть связана с созданием мультимедийной коллекции, именно о которой я говорила, чтобы потом готовиться. Вторая часть связана с подбором коллекции примеров для будущего исследователя. То есть такая кейс-задача, задача аспиранта представить на заседании кафедры актуальные источники, интернет-источники, российские и зарубежные, которые помогут ему в дальнейшем в исследовании. Вот две такие части. А первая часть, вот именно кейс-задача, которая связана с созданием мультиколлекции, она в дальнейшем поможет разработать набор упражнений для педпрактики. Дальше. Второе, вот как раз это задание, как оно выглядит на курсе, с большим количеством примечаний, выделяю разным цветом, потому что не все сразу понимают, как нужно прикрепить задание, в каком формате представить. Вопросов очень много, тем более курс только дистанционный, у нас только вводный вебинар, когда я объясняю, как учиться на курсе, а в дальнейшем это самостоятельная работа. Так вот, задание именно связано с созданием мультиколлекции. Дальше. Мы переходим ко второму заданию, которое связано с представлением презентации своей собственной, то есть вторая тема так и называется, создание электронных образовательных ресурсов, учебных презентаций. И вот это второе задание связано с созданием презентации к лекции. Это контрольная работа, она отдельно оценивается, то есть у аспирантов есть оценивание курса в целом, и отдельно выставляется оценка за контрольную работу. Вот это второе задание. Третье задание связано с разработкой интерактивных упражнений. То есть нужно создать в PowerPoint используя триггеры, гиперссылки, бесплатные шаблоны и платные шаблоны, разного рода упражнения. И также в Excel мы разрабатываем кроссворд, диктант или тест, интерактивный, чтобы было удобно работать. Помимо данного задания, еще вторая часть задания связана с созданием интерактивных упражнений в конструкторе Learning Caps. Коллеги, кто-нибудь знаком с конструктором Learning Caps, используйте просто плюс-минус в чате, чтобы я понимала. Так, кто-то использует, кто-то не использует. Спасибо. Так, те, кто не использует, я вам очень рекомендую открыть. Во-первых, ссылочки будут в презентации. Во-вторых, если кому-то будет интересно в дальнейшем с этим ознакомиться, вы можете мне потом на почту написать. В конце будут мои координаты. И мы свяжемся, я могу инструкцию отправить, ну, чтобы было удобнее работать. На самом деле, замечательная игровая платформа, которая работает и в дошкольном возрасте замечательная, и на школьниках, и на студентах, и на тестировании. Вот. И со взрослыми там не только тесты, там разного рода упражнения. Это в дополнение, да, конструктор бесплатный, очень простой в использовании. Поэтому вот, кстати говоря, платформа Learning Apps как раз-таки в 2018 году, когда проводилась на сайте педсовет.орг, на сайте проводилось голосование среди учителей российских. Какая самая популярная, на ваш взгляд, платформа или сервис, которая помогает вам в работе, вот Learning Apps занял первое место. А PowerPoint оказался на седьмом всего лишь. Вот как раз мы такие задания делаем. Это третья часть. Разрабатывается достаточно большое количество упражнений. Просто наш курс, объем курса 108 часов. Он достаточно объемный, поэтому заданий много. Мне как преподавателю сложно проверять работы, потому что 150 человек, у каждого 5 заданий, их нужно проверить индивидуально, проконсультировать. Но вот то, что эти задания взаимосвязаны, они как раз-таки очень помогают и мне в том числе в проверке. Я понимаю, что если первое задание аспирант сделал плохо, то значит, скорее всего, презентация у него будет не очень хорошая, и дальше задание тоже он будет разрабатывать, не соотнося с темой будущей практики. Следующее задание, которое на курсе есть, четвертое, оно как раз-таки рассматривает цифровые инструменты и сервисы. Мы используем для создания и в будущем использования на занятиях облако слов, ментальную карту или интеллект-карту. Я предлагаю те сервисы, которые для меня удобны, которые, я считаю, просты в освоении и хорошо работают. Например, ментальную карту. Я очень люблю Поплет, несмотря на то, что у него там устаревший флеш-плеер, и он не всегда корректно открывается, вот особенно сейчас, не знаю, с чем это связано, но Поплет почему-то вот в Google Chrome не работает, а в Яндекс.Браузере работает нормально. Но, тем не менее, это хорошая ментальная карта. Я альтернативу предлагаю любые другие. Google и те, которые известны аспирантам, можно взять любые другие. И облако слов я, например, использую wordart.com, а кто-то может использовать там какие-то другие сервисы для создания облака слов. Для тех, кому актуально, для тех, кому нужно, иногда лента времени, она очень помогает в занятиях, поэтому как раз-таки лента времени тоже включена в систему заданий. И вторая часть – это создание упражнений отчасти развлекательного характера, но что касается Кахута или Квизиса, карточки Квизлет – это тоже сайт, который замечательно работает на отработку понятий и определений. Он начал свое существование с разработки для изучения иностранных слов, но сейчас любые определения по любому предмету, по любому направлению у нас есть вещи, которые нужно запомнить. И как раз-таки Квизлет позволяет выбрать самому обучающемуся способ запоминания терминов. Это тоже очень хорошо работает. Ну и доска «Подлет» – замечательный инструмент, который позволяет организовать коллективную работу. Это тоже замечательно работает, особенно когда нужно проверить большое количество заданий. Я, например, в своей работе часто использую со слушателями, даже когда мы работаем не дистанционно, а очно. Я прошу разместить выполненные задания, ссылки по созданным упражнениям именно на доске «Подлет». Квизлет, во-первых, у нас получается большая коллекция, во-вторых, сразу наглядно видно, кто работает, кто не работает. Списать практически невозможно, потому что ты уже видишь, что эта заметка размещена у другого, и поэтому «Подлет» в условиях и дистанционной, и очной работы очень хорошо помогает преподавателю. Единственный минус данного сайта, что… Ну вот сейчас, по-моему, отключили все-таки вот это определенное количество в бесплатном тарифе. Одно время там можно было создавать только три доски. Потом раньше было много, сколько хочешь. Потом на три ограничили. Сейчас, по-моему, можно больше создавать, но, по крайней мере, я уже создала больше, потому что использую это постоянно. Вот такие упражнения мы, да, совершенно согласны с вами. Кахут не только для развлечения. Кахут очень хорошо работает как промежуточный контроль. Да, все зависит от того, какие вопросы вы туда вносите, безусловно. Но что касается обучения, например, школьников, то для них этот игровой момент, он как развлекательный момент, он очень хорошо мотивирует, да, и способствует запоминанию, осознанию материала. Поэтому что Кахут, что Квизис, это тоже замечательно работает. Да, Елена, с корм пакета можно делать в Learning Apps, это тоже большой плюс данного сервиса. Я очень рада, коллеги, что вы знакомы с данными сервиса. Итак, то есть получается четвертое задание. Мы как раз-таки завершаем создание кейса для будущей практики. И пятым заданием создание сайта преподавателя. Предлагаю разные платформы бесплатные. Каждый выбирает то, что ему удобно. Да, кто-то останавливается на Google сайте, кто-то останавливается на конструкторе опять.ру. Вот я, например, очень люблю этот конструктор, поскольку он очень простой в освоении. И большой плюс этого конструктора в том, что на данном конструкторе не пропадает твой сайт. В ЮКОСе сделали, не используете, он не активен, он быстренько пропадает. Ну, достаточно быстро, по-моему, в течение двух месяцев или трех. А вот в конструкторе опять, если вы создали, зарегистрировали под своим доменом, то есть опубликовали в интернете, сайт остается и работает. Также можно использовать ВИКС или какие-то другие конструкторы. То есть тут такое поле для деятельности большое. Что касается сайта, то обязательные условия – информация для учебных целей страниц преподавателя и информация ученого-исследователя. То есть те ресурсы, те материалы, которые в дальнейшем пригодятся в написании диссертации. Вот получается, что когда я вижу сайт, уже как окончательный вариант, завершающее задание на всем курсе, по сайту можно как раз-таки судить, как были выполнены предыдущие задания, взаимосвязаны ли они между собой в логическую цепочку и соотносятся ли они и с выбранной темой исследования, и с выбранной темой для педпрактики. Вот таким образом это переплетенное задание через весь курс проходит. И что касается самих аспирантов, их отзывов и их впечатления о курсе, впечатления очень хорошие, очень мало негативных отзывов. Вернее, чтобы было написано «мне было сложно, я ничего не понял, мне это не нужно», таких отзывов у меня, по крайней мере, в течение пяти лет не было, потому что последний блок на курсе – это отзывы. И именно вместо послесловия «обратная связь», где они указывают, я сейчас покажу, насколько курс был полезен или не полезен, и в книге отзывов тоже оставляют свои сообщения. Что касается оценивания. Вероника, по поводу «Тильды», «Тильда» – это все-таки такой конструктор, не предполагающий взаимной обратной связи. «Тильда», она как раз-таки используется именно для размещения материала, как кейс. Поэтому «Тильда» хороша. То есть у каждого конструктора, у каждого сайта это свой выбор, да, и он зависит от задач преподавателя прежде всего. Если мы хотим, например, быстро сделать лендинг курса, то, конечно, «Тильда» тут вот вне конкуренции. Если мы хотим на сайте общаться, то здесь нужно использовать уже какой-то другой конструктор. Что касается оценивания. Я разные способы оценивания за пять лет перепробовала. Остановилась все-таки на суммарном. Я раньше использовала именно коэффициент веса. Все оценки были по стобальной шкале, ну, как стандартно в условиях ВУЗа. Но у каждого задания есть свой определенный вес. Понятно, что разработка мультиколлекции имеет один вес, а вот прохождение теста по знаниям там какой-то темы, а у нас тест тоже включен один в курс, это совершенно другой вес оценки. Но, честно говоря, мне больше понравилось, вот в этом году я все-таки остановилась на суммарной оценке. То есть каждое задание имеет определенную максимальную оценку. 20 баллов, 30 баллов, 15 баллов, 10. И вот в соответствии с этими баллами студенты получают, аспиранты получают именно сумму. И они сразу видят, сколько баллов за курс. И не возникает вопросов, почему 83, а не 85. Вот. Вообще вопрос, Галина, вообще не трудоемка. Да, трудоемко было разработать РПД. Да, это вот когда садилась, подсчитывала, когда задания все эти в логическую цепочку собирала, было сложно. Но сейчас очень хорошо работает, да, во-первых, в каждом задании, я сейчас открою сам курс, в каждом задании есть критерии оценивания, да, тут вопросов не возникает, почему у тебя не 10 баллов, а 5. Во-вторых, соотношение оценки, да, 100-бальной, 5-бальной, и какая может быть максимальная по 5-бальной за тестом, за задание в 10 баллов, вот мультиколлекция, она оценивается в 10 баллов. Коллекция примеров для исследования, поскольку это более трудоемкие процессы, там нужно собирать разные источники, в том числе иностранные, это оценивается в 15 баллов. Поскольку второе задание, создание презентации, это контрольная работа, и она влияет на оценку, то контрольная работа оценивается в 20. Вот такие коллекция примеров. Я имею в виду коллекция практических заданий. Третье и четвертое задания, оно оценивается в 15 максимально. Вот. По поводу того, что передавать друг другу выполненные задания. Наталья, если вы проверяете работы лично, то передать достаточно сложно. Но если я уже видела эту презентацию, да, или это задание, то, конечно, я понимаю, да, что у меня в этом году было два молодых человека, которые на политологии учатся, ну, я имею в виду направление политология. И вот один выполнял там на одну тему, а другой на другую. Но абсолютно идентично, просто менялись слова. Ну, явно они делали вместе. Даже дизайн, ни презентация, ни упражнение не менялся. В этом случае, конечно, попросила кому-то переделать задание, ну, чтобы было понятно, что это, в общем-то, лично выполненное. Вот это, что касается оценивания. Мне кажется, что оценивание именно вот такое простое, суммарное, удобнее, оно нагляднее. Вот. Кому-то больше нравится именно оценивание, еще раз повторю, да, с коэффициентом веса. Тут уже каждый преподаватель выбирает сам. Вот. В Moodle, тем более, возможностей много. Вот это, что касается оценивания заданий. По статистике, небольшой, вот один вопрос из статистики привела на слайде. Внизу есть обратная связь. Курс был полезен или не полезен, пригодится в профессиональной деятельности или нет, сложно было учиться или нет, удовлетворены ли консультациями преподавателя. Ну, просто обратная связь, которая мне помогает улучшать курс. И вот, что касается вопроса, применять полученные знания в профессиональной деятельности будут или нет, тут большинство, да, вот прям наглядно, да, полностью согласны, что это нужно. Татьяна, 50 баллов за что? Там как раз все задания распределены по баллам. Получается 10 мультиколлекция, 15 коллекция примеров с сайтом. Дальше 20 презентация, по 30 третье и четвертое задания системы упражнений, и 15 – это сайт. Так что я, в общем, подсчитала, что было. А, и 5 – тест. Вот получается так. Да, Галина, согласна, что сначала сложно, но потом, когда начинаешь использовать, ты понимаешь, что курс… Например, курс я разработала в прошлом году, кардинально изменила его, добавила новые задания, новые сервисы. В этом году я его просто подкорректировала. И это здорово. И мне не пришлось сидеть и опять создавать курс. Вот это, что касается статистики. И что касается отзывов. Ну, не могла не включить. Да, вот недавно, как раз 1 мая, вот Марина Кубышкина, внизу отзыв. Это был, наверное, самый высокий отзыв о моей работе, когда человек написал, да, взрослый человек написал, что у него было ощущение, что он учится в Англии или в Америке за счет того, что структурированы задания, и действительно, реально ты получаешь, особенно сейчас. Вот сейчас очень много пишут слушателей, которые раньше у меня учились, аспиранты, учителя. Как здорово, что мы изучили эти инструменты. Простые в использовании, но как они сейчас нам помогают. То есть реально ты получаешь набор знаний и умений по организации дистанционного курса. Несмотря на то, что, например, с аспирантами мы не рассматриваем, как создавать курс в Moodle. Я раньше пробовала включить это. Но это очень трудоемко. Потом Moodle не везде установлен, да, и занимает много времени. Поэтому мы как-то отошли от именно изучения системы Moodle. Мы останавливаемся на простых сервисах и упражнениях. Вот что касается отзывов. Ну, а теперь я покажу вам сам курс, чтобы голословно не быть. Как раз покажу систему оценивания. Сейчас подключается рабочий стол. И еще я хотела вам рассказать еще об одном своем курсе, как раз в котором тоже используются переплетенные задания, но немножко по-другому. Так, начать пока с экрана. Все, зеленый экран. Перешел. Не в зеленый, я надеюсь. Коллеги, к сожалению... Да, ура. Ну, к сожалению, бывают накладки. Извините, пожалуйста. Итак, это курс сам на нашем сайте. У нас два сайта. Moodle. Один для преподавателей и студентов. Ну, то есть там, где работают только студенты. И там же аспиранты. А второй сайт для ДПО, для доп. образования. Там мы проводим курсы для учителей и слушателей. Так, раз пишут, что остальные звук есть и видео есть, то, наверное, я буду продолжать. Итак, вот сам курс. Первая часть, вступление. Тоже вот замечательная такая фишка, тоже недавно совершенно на нее наткнулась и теперь постоянно в своих курсах использую. Это аккордеон, так называемый HTML, который позволяет разместить информацию о курсе всю на одной странице, но не на длинной странице, а именно с вкладками. Если кто-то использует, я вот тоже для себя не так давно открыла, но мне очень понравилось. То есть, получается, я встраиваю в страницу, обычную страницу среди ресурсов Moodle. Нет, H5P не обязателен. Это немножко не то. Итак, получается, у меня идет информация о курсе. Потом есть вкладочка содержания. Вот она как раз сейчас открыта. Потом есть сроки обучения, как мы учимся. Итак, так вот, значит, сроки обучения, а затем как раз оценивание результатов освоения курса. Мы открываем эту вкладку и видим, как расписана стобальная шкала, за какое задание сколько процентов дается, какие максимальные баллы. Причем я пыталась расписать именно, вот, например, задание 3, максимальная оценка 15 баллов. 9 баллов – часть первая, 6 баллов – часть вторая. Из этих 9 баллов также расписано, поскольку баллов за каждое задание. То есть там заданий много, поэтому вот так расписано. Итак, значит, каждое задание мы открываем, да, то есть идет в начале теория, да, в PDF-формате, в презентациях, там, в разных форматах, ссылки на дополнительные ресурсы, ссылки на встроенные в страницу какие-то видеоинструкции мои, и не только мои. Интересно я находила много, поскольку давно этим занимаюсь, и поэтому все постаралась тут разместить. И вот идет как раз-таки задание, да, одно и второе, о котором я говорила. Кейс-задача. И внизу есть критерии оценивания. То есть мы открываем само задание. В задании, как правило, в виде файла прикрепляются выполненные работы. Много всего написано. Несмотря на то, что написано, как добавлять ответ, все равно у нас возникают иногда вопросы, а вот большой объем, и вот по 10 раз мы переписываемся по поводу того, как размещать в облаках свои материалы. Но тут получается, да, есть критерии оценивания, можно перейти, и студент сразу понимает, какие критерии оценивания данного задания, на что обращается внимание, когда он может получить отлично, когда хорошо и так далее. Это первая часть задания, которая на 10 баллов, и вторая часть задания, которая на 20, это кейс-задача. Вот таким образом. То есть студенты, аспиранты выполняют, да, оба задания. И я проверяю, соответственно, они видят оценку. Таким образом построен весь курс. То есть внизу каждого задания размещается именно критерий оценивания. И это удобно. Ну, во-первых, сейчас я думаю, что у тех, у кого Moodle, да, 145 в этом году. Да, я говорила, у меня в прошлом году было под 160. Да, много-много, это сложно. Но получается, что что касается работы с аспирантами, то вот мы в октябре начинаем, у них дедлайн до конца, ну, вообще официальный зачет 25 декабря, да, все равно даются новогодние праздники, чтобы потом закрывается ведомость. Там ведомость открывается уже в следующем семестре для должников. Вот сейчас народ это делает. Вот, и то не все еще сделали. Но это, я думаю, что у всех так. Вот, значит, каждое задание. Очень удобный блок «Проверь меня». Я думаю, что те, кто работает в Moodle, тоже себе установили. Это дополнительный плагин. Но поскольку я этот сайт, естественно, не администрирую, у нас есть специальный отдел онлайн-обучения, который занимается установкой, техническим сопровождением и прочее-прочее. Но я, поскольку Moodle начала изучать самостоятельно в 2006, в конце 2006, то за этот период я уже освоила даже административную работу. Вот, то есть именно как работает администратор, как нужно там регистрировать, как плагины дополнительные устанавливать и прочее. Несмотря на то, что по образованию я учитель русского и литературы. Вот, по-первыхому. Просто сейчас больше занимаюсь ИКТ, русским с литературой уже не занимаюсь как таковым. Занимаюсь повышением квалификации. Так вот, этот дополнительный плагин «Проверь меня» очень хорошо отражает то количество работ, которые я еще не проверила. То есть я захожу, да, с предыдущего входа я вижу, сколько у меня работ висит непроверенных. Вот в декабре тут бывает там по 30, по 40 работ. Ну, то есть это так плотная достаточно работа по проверке, но сейчас вот, как видите, работ нет. Шесть разделов тоже удобно, что есть ссылка на разделы, да. Мы можем пройти, посмотреть, чтобы не листать колесиком, да, там, например, третий раздел. Вот он, создание интерактивных упражнений и тестов в PowerPoint. В начале инструкции, видеоуроки, примеры упражнений мои, чтобы они понимали, как это работает. Затем точно так же по Excel и вот Learning Apps и фабрика кроссвордов. Генератор кроссвордов тоже замечательно работает, когда нужно быстро составить кроссворд. И, соответственно, задание три и критерии оцениваем. Таким образом построена каждая тема. Четвертое. Poplet, WordArt, сервисы для создания лент времени. Kahoot, Quizlet, Padlet. И дополнительно 37 веб-сервисов для учителя, там масса инструкций. Очень интересный материал. Вот. Елена, получить мои материалы, не будучи аспирантом, ну, каким образом? Это мой авторский курс. Поэтому почитать материалы, поучиться можно у нас в университете, пожалуйста. По поводу взаимодействия дальнейшего, да, если вы хотите обучаться у нас в университете, да, я же не индивидуально преподаю, а в рамках университета можно записаться, да. Как стать аспирантом, поступить в аспирантуру. В этом году аспирантура будет в онлайн принимать. У нас уже вышло распоряжение, что прием будет онлайн, дистанционный. Так что выбирайте тему, выбирайте направление, поступайте и будете учиться у нас. И, собственно говоря, на этот курс записаться нельзя, он исключительно для аспирантов. Можно записаться на другой, я еще про один расскажу. Мы с вами еще не прощаемся. Итак, ну и последнее задание. Вот как раз вместо послесловия всегда на своих курсах размещаю. Мне кажется, это очень удобно. Первое – это обратная связь, каково ваше мнение о дистанционном курсе, то есть там вопросы. И книга отзывов в виде форума простого с одним разделом для сообщений. Тут просила оставлять отзывы, и вот как раз-таки отсюда отзывы в скриншоте и делала. Вот так выглядит курс. По поводу оценок удобно. Да, Елена, по поводу вопросов для сторонних преподавателей, да, конечно, на коммерческой основе курсы любые. Для преподавателей, учителей, воспитателей и прочих работников. Я расскажу в конце про нашу деятельность и отвечу на этот вопрос. Спасибо. Ну и что касается оценок, да. Да, сайт нашего учебного заведения, Анатолий. Учеба платная, если вы не можете поступить на бесплатную. Но это надо узнавать в отделе аспирантуры. Да, есть договорная основа, есть основа бюджетная. Но бюджетная, я так предполагаю, там проходят вступительные экзамены. Стандартно. Ну вот, собственно говоря, оценки. Посмотрите, пожалуйста, вот я сейчас чуть-чуть подвину. Первая идет итоговая. Да, вот видите, Янгир Магашев у нас не прошел пороговую оценку в 41 балл. То есть 41 балл – это как раз-таки оценка тройка. Вот, у него, видите, красным горит 35. Вот, получается, я все оценки вижу. Да, вот они, последний тест. И могу, соответственно, отследить и поставить ведомость. Опять же, мы просто стандартно скачиваем экселевский файл с оценками и выставляем ведомость. Ведомости у нас в университете тоже электронные. То есть именно здесь на курсе ведомость открывается отделом аспирантуры. То есть у них есть доступ для формирования ведомости. Я просто в ведомость выставляю оценку. В личном кабинете аспиранта, студента оценка в ведомости отражается. То есть бумажных ведомостей нет. Это вот мы перешли второй год так. У студентов уже третий. Очень удобно. Вот. Вот это что касается курса именно для аспирантуры. А теперь я хочу переключиться обратно на презентацию. Я надеюсь, что... Видно презентацию? Видно, коллеги? Спасибо. Что касается вопросов по поступлению в аспирантуру, с сайтом go.ru в конце будут контакты. Вы можете открыть раздел, который называется «Наука» и посмотреть, как поступить. Но, понимаете, мой курс, он в дополнение. Основная задача все-таки написать диссертацию остается. По поводу наших курсов. Для педагогов, не педагогов. На коммерческой основе у нас курсы для любых слушателей в дистанционном формате в том числе. То есть у меня есть подобный курс для учителей. Построен таким же образом. Там задания немножко другие. Можно спокойно оплатить и учиться. Вот. И еще один... Спасибо, Галин. Еще один курс, который как раз-таки для учителей. И я о нем тоже вам хотела рассказать. У нас не ФПК, Борис. У нас Институт повышения квалификации профессиональной переподготовки. В рамках этого института у нас кафедра непрерывного образования. Вот. Коллеги, я вижу вопросы. Сейчас открою вопросы. Так. У меня два монитора, но я вот открыла, но тут вопросов я пока не увидела по существу. Поэтому продолжаю. Если будут вопросы по существу, пожалуйста, задавайте. Ну, здесь тоже. Да, Светлана, зачетки тоже электронные. То есть бумажных нет. У них в личном кабинете все отражается. Просрочили сдачу, горит красным. Выставил преподавателя оценку, оценка отразилась тут же, в сию минуту. Ну, это дополнительная разработка. Я не вникала в подробности, каким образом это делается. Но это наш технический отдел разрабатывает. Ну, и еще один курс, о котором я хотела вам рассказать, он как раз-таки для учителей. Был создан буквально в конце апреля по запросу Министерства образования Московской области, поскольку у нас региональный ВУЗ. Мы подчиняемся Министерству образования Московской области, и поэтому у нас есть бюджетные места для... То есть по бюджету бесплатно могут обучаться преподаватели и учителя Московской области через единую систему записи в системе повышения квалификации Московской области. Там есть бюджетные места на любой курс. Что касается, если вы там где-то в другом месте проживаете или работаете, или не работаете именно в системе образования, то тогда это курсы коммерческие. То есть они оплачиваются. Вот второй курс, который мы очень-очень быстро еще с двумя коллегами разработали в условиях нашего сегодняшнего дня. Вначале у нас был цикл вебинаров, таких погружения по 6 часов 3 дня подряд мы работали. Я два дня, еще коллега моя, еще один день. Мы рассказывали про простые инструменты, как раз-таки про те, которые у меня были на курсе аспирантов. Мы рассказывали именно, что можно применять простого и чему быстро можно научиться. Проблема не в том, что сейчас мало инструментов, но кидаться из одной стороны в другую, пытаться и учиться, и учить, это крайне сложно. Кто-то останавливается просто на скайпе или Zoom, у нас же сейчас Zoom везде. Действительно хорошая достойная платформа, замечательно проводить вебинары, главное оплатить 1200 рублей, чтобы он не отключался через 40 минут, и все будет замечательно. Я, по крайней мере, работаю, я довольна. У меня ни разу еще не было проблем с Zoom. Вот сейчас, в наше время. Так вот, этот курс был разработан специально для подготовки учителей. Сейчас на курсе обучается 800 человек. То есть это был такой приказ по Московской области, и всех записали. Курс чисто дистанционный. Мы попытались максимально облегчить работу учителя сейчас, потому что мы понимаем, что, да, Елена, поскольку мы тоже преподаватели и работаем, но в нон-стопе, конечно, понятно, что и осваивать, и учить одновременно сложно. Самые простые формы, самые простые инструменты сейчас можно было освоить вот за это время уже и начать реализовывать. По крайней мере, гугл-форумы. Так вот, этот курс был разработан именно для учителей, чтобы они могли реально увидеть, какие инструменты нужно использовать при работе сейчас. Здесь учатся учителя, и есть, правда, воспитатели. Не знаю, зачем воспитатели отправили на обучение в данном курсе. И есть педагоги ДПО. С ними тоже сложно, да, они там в Скайпе пляшут, играют. Конечно, им тоже сложно. И вот как раз этот дистанционный курс. Он рассчитан на 72 часа. Мы начали обучение в середине апреля. И планируем завершить 30 июня, то есть дали достаточно большой период, потому что понимаем, что времени не хватает на то, чтобы все освоить. Что касается заданий на этом курсе, то я такую большую. Вот как раз это поплет, да, ментальная карта в сервисе поплет. Очень мне нравится там строить именно как раз-таки расписание занятий. Вот наш курс, да, дистанционно-образовательные технологии в организации учебного процесса. Обучение с 14 по 22, официально до 30, просто с 22 июня по 30 оставили себе 8 дней на то, чтобы проверять работу. Ну, 800 слушателей, это даже не 150. Вот. Поэтому и у нас замечательно все легло. Прям вот мы даже так не подгадывали, но почему-то так получилось. Что у нас как раз-таки на все нужно, если отводить изучение одной темы в неделю, то тогда у нас как раз получается 9 недель. И десятая дополнительная для создания, то есть 2 недели мы даем на создание итогового задания. То есть, в общем-то, да, сказать, что очень сложно за неделю освоить одну тему, ну, никак нельзя. У нас курс разбит на три больших блока. Он немного перевернут, поскольку курс предполагает в начале освоение практических инструментов, чтобы быстрее наши педагоги могли их использовать. Затем идет блок психолого-педагогического аспекта, какие особенности у цифрового ребенка сейчас развиваются. Вот. И третий блок нормативно-правовой документации по дистанту сейчас. Это тоже важно, потому что нам нужно изменить программы, да. И, Ольга, я сейчас отвечу. И поэтому, конечно, нормативка тоже важна. Вот такие три больших блока. Что касается времени необходимого для изучения тем. Во-первых, эти темы уже давным-давно начали... Мы изучаем очно. Да, у нас очные курсы, у нас есть дистанционные и есть очные. На очных курсах в 72 часа у нас 48 очных часов, то есть 8 занятий по 6 часов. Естественно, мы уже работаем давным-давно так, понимаем, сколько нужно времени на освоение. Это время умножаем на 10 и выходит, сколько нужно для освоения в дистанционном формате. Потому что, конечно, времени мы даем больше. Посмотрите, пожалуйста, вот практический модуль, он... Первая неделя практически освоения. Вначале мы разбираемся с тем, какие есть ресурсы. Затем, какие технологии онлайн-обучения. То есть ресурсы – это все, что в интернете. Да, сегодня у меня презентация когда-то была на 10 слайдов, полезные ресурсы для преподавателя. Сейчас она на 130. Вот. Вторая неделя мы осваиваем технологии обучения в режиме онлайн. Мы рассматриваем, как работать в Zoom и на простой платформе учи.ру. Затем использование Google, цифровые инструменты, опять же, learning apps, ментальные карты и прочее. Шестая неделя интернет-сервисы. Кахут, Подлет, Квизис и прочее. У каждой этой темы есть свое задание. Ну, если мы изучаем Google формы, то, соответственно, надо создать Google форму, опробовать с классом и понять, как работает. Но для того, чтобы и нам было легче, как преподавателям, и для того, чтобы слушателям было легче, потому что невозможно столько заданий выполнять, это тяжело, мы предлагаем в каждом задании первого модуля, вот этого, тут пять заданий, не размещать выполненное задание в курсе, в Moodle, а просто для себя выполнить и сделать скриншот, чтобы потом этот скриншот выложить в презентацию отчетную. То есть, получается, вы провели в Zoom занятие, сделали скрин и перешли к изучению следующей темы. Так, в каждой теме мы выполняем задание, но оно не оценивается, и, главное, оно не размещается на курсе. Но по прошествии этих пяти недель мы даем неделю для выполнения контрольной работы. Эта контрольная работа как раз-таки помогает нам, как преподавателям, увидеть, освоил человек те инструменты, о которых мы говорили, или не освоил. Мы перешли уже на такую упрощенную форму контрольной работы, положен шаблон в PowerPoint. На слайдах написано, какие инструменты используют. Использование Google. Есть квадратик. Скриншот. Туда надо вставить скриншот. Справа описание, как применяете. И там каждый пишет. Вот такой шаблон презентации в виде контрольной работы. Это уже размещается на сайте в виде задания, и это вручную преподавателям проверяется. После того, как мы закончили практически вот этот модуль, мы переходим к психологическим аспектам развития ребенка. И дается неделя на освоение небольших видеолекций, актуальных именно, в чем проблема современного ребенка, как развивается память, что происходит со вниманием и так далее. То есть вот все, что касается небольшой такой блог, это не я этот блог веду, коллега Наталья Станиславовна Крамаренко, как раз она у нас начальник отдела аспирантуры, но она тоже занимается цифровизацией, но она доктор психологических наук. Вот поэтому это ее конек, она об этом рассказывает. С удовольствием, понятно, ясно и очень важно. И третий модуль – это нормативно-правовые основы. То есть мы рассматриваем нормативку, рассматриваем, как поменять, изменить саму программу в соответствии с тем, что сейчас происходит. Как включить дистанционные формы, несмотря на то, что у нас нет такой формы получения образования, как раз как включить электронное обучение дистанционно-образовательной технологии в свою программу, как изменить методы и приемы, да, и те технологии, которые используются при работе. Вот. Вот получается, это и второй модуль, и третий модуль заканчивается тестом, поскольку это больше теоретический материал, и поэтому мы разместили тесты. Опять же, да, тесты небольшие, там по 15 вопросов, просто чтобы слушатели понимали, насколько они освоили данный материал. И итоговое задание, на которое дается две недели, ну, потому что это серьезное все-таки задание, поскольку здесь слушатель должен представить свой опыт проведения дистанционных уроков с учетом полученных знаний. То есть то, что мы изучили... Да, могу, Ольга, я покажу. То, что мы изучили в первом блоке, во втором и в третьем, нужно включить в разработанный сценарий уроков. Там тоже табличка, которую надо заполнить. Какие инструменты используете, сколько времени, какова цель. Вот, а задание сложное, ну, трудоемкое. У нас уже, правда, вот вчера был первый слушатель, который закончил курс, вот, и контрольную сделала итоговую. Были такие, которые в первый день попытались прилепить в качестве отписки, да, какие-то непонятные свои конспекты уроков, но это быстро было забраковано и отправлено с незачетом. То есть мы действительно задание проверяем. Да, задание сложно, но мы даем две недели на то, чтобы все-таки, во-первых, это уже будет в июне, будет свой собственный обобщенный, можно будет обобщить свой опыт. Во-вторых, можно будет уже применить те инструменты, о которых мы говорили, и продумать, как грамотно и правильно построить урок дистанционный. Вот такое задание. Вот это что касается нашего курса. Я попробую подключиться в сценарий урока, где переплетенное задание. Получается, для того, чтобы разработать сценарий урока, вы должны включить те инструменты, которые изучили во всех предыдущих заданиях. В этом и переплетение. То есть нам нужно представить все сервисы и конструкторы, именно включив в сценарий урока. Если вы это не включаете, значит, вы это не освоите. Так что тоже все переплетается. Так, я попробую еще раз переключиться на показ экрана. Я надеюсь, что у меня получится. Это другой наш сайт. Он как раз-таки для ДПО. И здесь пробу пиропреподавателей наши проходят, когда обучаются создавать курсы в Moodle. Вот наш курс. Он тоже большой. Вы видите, 12 разделов, поскольку много материалов. Календарь. Опять же, все даты помечены, какой модуль, когда мы изучаем. В начале недели, в понедельник, у нас преподаватель Наталья Станиславовна как раз отправляет всем массовое письмо. Коллеги, добрый день. Мы не пропадаем. Мы приходим к изучению четвертой темы. Вот такое-то задание. И присылает какие-то интересные дополнительные ссылки. Некоторые реагируют. Ну, это такая автоматическая рассылка массовая. То есть, да, в Moodle тоже это есть. Вот как раз-таки они ориентируются на календарь. Плюс у них есть календарный план прохождения. То, что я вам показывала в ментальной карте разработан. И дальше пошли задания. Вот сейчас у меня, вот видите, итоговое задание 4 висит, и контрольная работа 6 непроверенных со вчерашнего вечера. Вот те люди, которые сейчас занимаются, кроме меня, на сайте. Что касается... То есть, в каждом модуле, в каждой теме первого модуля есть задание. Вот оно, задание 1. Но тут нет... Тут написано, да, выполненное задание не размещается на курсе. То есть, нет кнопочки «Добавить в задание». Первое задание связано с коллекцией примеров. Опять же, проанализируем ресурсы, которые нужно выполнить, которые могут помочь в работе, и добавляем. И так далее. Я все задания не буду показывать, но... Сейчас немножко ниже покажу шаблон, да, попросили. То есть, каждое задание здесь размещено. Вот как раз-таки на этот курс можно, я думаю, на коммерческой основе записаться легко. Вот. Вот контрольная работа. Это как раз то, что нужно выполнить. Здесь шаблон презентации прикреплен. Вот оно. Выглядит он... Просто я сейчас, если буду скачивать, я... Если кому-то очень интересно... Коллеги, просто слайд... Просто сейчас пойдет скачивание на другой монитор, и я не смогу и слайд показывать, и слайд. Если очень нужно, пожалуйста, я говорю, напишите, я поделюсь материалами с удовольствием. Вот. Ну вот вы видите, да, 817 участников, 27 ответов уже есть и требуют оценки 7. Вот. Тут критерии оценивания зачтено, не зачтено, баллы не ставим, естественно, но у нас критерии в шкале зачетной, есть еще промежуточная оценка, необходимо доработать. Зачтено, необходимо доработать, не зачтено. Если стоит, необходимо доработать, то доделать нужно. Ну, то есть, если прям совсем плохо сделано. Вот это контрольная работа. Дальше идет модуль психологический, и тут скором пакеты видеолекции, и нормативка, тоже скором пакеты видеолекции. А дальше контрольное тестирование. Вот два теста, модуль второй, модуль третий. И итоговая аттестация. То, что нужно, итоговое задание для зачета. Ну, еще полезную информацию разместили про дистанционную. Мы думали, это всем так нужно, но все зацикливались на первом вот этом вот. Мы написали введение. Все решили, что сначала надо все сделать здесь. Писать на форумах начали, вместо того, чтобы задание выполнять. Ну, то есть, мы решили, что дополнительную всю информацию все-таки надо размещать внизу. Так будет лучше для всех. Вот. И что касается... Ну, и также послесловия. Что касается итоговой работы. Шаблона для сценария урока. Здесь он у нас есть. Он прикреплен в виде файла, но вот такая технологическая карта. Цель занятия, содержание, методы приема организации, средства, формы, форма самостоятельной работы, обратной связи, ссылки на источники. Вот, получается, такую табличку нужно заполнить. Достаточно кропотливая работа. Но, в принципе, если человек этим занимается, если он действительно реально проводит уроки с использованием различных инструментов, то все замечательно работает. И здесь все можно описать. Вот, что касается такой итоговой работы. Вот. Если есть какие-то вопросы еще, готова ответить. Открываю опять презентацию. Я думаю, что с курсом мы закончим. Перейдем на презентацию. Что бы еще хотелось вам сказать полезного в завершении? Ну, помимо того, что, как я уже сказала, наш учебник, ссылки там есть. Очень рекомендую учителям, коллеги, дорогие. Кто еще не знает, есть замечательная книга «Шаг школы в смешанное обучение». Рыбаков фонд выпустил в 2016 году. Андреева, Рождественская, Ехмаров, Ермахов. Так вот, это к ней не платно. Я про курвец тоже сейчас скажу. Вот. Можно по ссылке скачать бесплатно. Там плюс какой. А можно к организаторам обратиться? У меня еще есть время. Я могу об этом бесконечно говорить. Но я не знаю, у меня, по-моему, пять минут. У меня еще есть пять минут. Я постараюсь уложиться. Так вот, эта книжка. Плюс, кто не знает, коллеги, Вышка в марте, 20 марта 2020 года, выпустила экспресс-анализ цифровых образовательных ресурсов и сервисов для организации учебного процесса в школе. Там идет анализ всех платформ. Урайт и, ой, извините, Фоксфорд, да, Учи и прочие. Да, их много. И сейчас много очень предлагается именно учебных курсов по школьной программе. Да, это для школы. Вот можно по ссылке посмотреть. По поводу книжки «Смешанное обучение в школы» подойдет всем, потому что там очень полезно, что там описываются кейсы и технологии, которые применяются в смешанном обучении. И даются примеры на видео и на какие-то дополнительные источники. То есть это такая практикоориентированная книга. Что касается Марины Курвиц. Я очень ее люблю, поскольку она пишет много. Это эстонский педагог. Она занимается повышением квалификации и пишет интересно и злободневно. Это переход на ее сайт marinakurvitz.com. Да, у нее есть платные программы, платные курсы. Я об этом не говорю, это вы сами можете у нее посмотреть. Но вот эти пять статей, которые сейчас недавно написаны, вернее, четыре и одна, вот, 37 веб-сервисов, это очень огромное пособие по всем, наверное, цифровым инструментам и сервисам. Пять шагов для тех, кто планирует онлайн-уроки, как вовлечь ученика в дистанционную работу, как организовать дистанционное обучение. Полезные практико-ориентированные статьи, как сейчас работать. Ну и вот как по поводу оценивания, поскольку у нас сегодня тема оценивания тоже звучит. Все, что необходимо учителю про групповую работу знать, замечательная критериальная матрица оценивания групповой работы. То есть как оценивать групповую работу, по каким критериям. Тоже очень советую, уважаемые коллеги, вам это все скачать, посмотреть, перейти по сайтам. Потому что информации много, но она достаточно разрозненная, а это вот действительно проверенная, то, чем сама пользовалась. Ну, на этом, наверное, все. Что касается моих контактов, да, поскольку у меня опять... Ну, это так, увидела картинку такую веселенькую, да, учитель, это не только тот, кто учит, но и тот, кто сам не перестает учиться. Это прописная истина, так что всех призываю учиться. Насчет того, что не все в дистанционном обучении активны. Все зависит от того, в какой форме вы, как преподаватель, организуете деятельность. Вот это тоже важно, не забывать. А так, да, студентам тоже сложно. Ну, и вот, что касается моих контактов, это моя электронная почта. Пишите, с удовольствием общаюсь со всеми. Так что приходите, встретимся в сети. Меня можно найти на Фейсбуке, можно... Ну, в этой соцсети я, по крайней мере, именно занимаюсь профессиональной стороной. Там я собираю ссылки, подписано на группы, именно касающиеся работы. И мне это очень нравится. Это наш сайт, mgo.dpo. Если вас интересует обучение у нас в институте, пожалуйста, обращайтесь. Опять же, вы можете написать мне. Сайт, mgo.ru – это наш сайт с коллекцией материалов. Он как раз-таки создан для того, чтобы размещать ссылки на вебинары и записи. Ну, такой он, как интернет-источник с разными материалами. Нет педагогического диссовета у нас нет, Елена, к сожалению, да. Так что тоже можете посмотреть. Поскольку у меня, я так понимаю, времени уже не осталось. Был вопрос про массовую рассылку. Спасибо. Мне очень приятно. Коллеги, большое спасибо за ваши... Спасибо, Наталья. За ваши слова благодарности. Мне очень приятно. Я бесконечно рада. И еще раз благодарю Юрайт за предоставленную возможность. Я с удовольствием еще приду и что-нибудь расскажу. Такое опыта много. Поэтому спасибо большое. Не увидела, кто написал мне вопрос по поводу массовой рассылки. Вы можете мне написать. Но я попробую сейчас. Это очень просто. Массовая рассылка... Еще раз открываю приложение. Наверное, все-таки не на ту кнопочку нажала. Борис, напишите мне. Я вам укажу. Вы открываете вкладку «Пользователи». Отмечаете, кого нужно галочками. Внизу с выбранными пользователями есть функция «Отправить сообщение». Пишите это сообщение, нажимаете «Отправить», и оно улетает всем. Или, если вы всех отметили. Или там прям есть «Выбрать всех». Или выбираете, кого нужно, и также отправляете. Это вкладка «Пользователи» в настройках. Вот. Ну, наверное, тогда, коллеги, на этом все. Спасибо большое за внимание еще раз. Как раз-таки повесили, какой будет у вас сертификат. На этом прощаюсь. Желаю плодотворной работы. Желаю освоения нового в области КТ и дистанта. Без этого все равно никуда. Ну и, конечно, здоровье тут. Я надеюсь, что все мы переживем, и дальше будет лучше. И главное, на следующий год будет продуктивнее и более оцифрованно. Цифровизация все-таки затронет всех, и это здорово. Все, спасибо большое. Я отключаюсь. Всего доброго. Дальше продолжим общение в сети. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова